Философия сегодняшнего моего выступления, она будет касаться не технических аспектов. Потому что, ну представьте, что я вам скажу, что вам нужно оптимизировать это и это, и Google на это смотрит. И вы такие говорите, да, да, и как это сделать? Я вам скажу, и это непросто. В этом надо разбираться. И вы говорите себе, окей, и тогда к чему все это? Поэтому у меня есть философия, скажем так, то, что я хочу вам сегодня донести. Больше всего я хочу, чтобы через 45 минут или через 35 минут вы уходили из этого зала с четким пониманием, что нужно что-то делать. Что время совсем очень сильно поменялось, что сейчас требования совсем другие. Потому что не все, мне кажется, не все люди, даже те профессионалы, с которыми я общаюсь, они до конца это понимают. И часто идут на компромиссы. Я хочу вам сегодня показать, что компромиссы уже неприемлемы. Что требования и планка очень сильно задраны. И говорить я буду вам, ну нам повезло на самом деле. Потому что некоторая информация, я, если честно, запоздал со слайдами нашим организаторам. Потому что некоторая информация была опубликована 4 ноября. Другими словами, мы будем фигурировать фактами, которые произошли 5 дней назад. Другая информация была опубликована 23 октября, это 2 недели назад. Другая информация 27 октября. Одним словом, мы будем говорить о очень актуальных вещах на реальных примерах. И больше всего я хочу, чтобы вы ушли отсюда не с технической подгрузкой, а чтобы вы ушли с пониманием. Вот того, что скорость это наше все, качество это наше все, это требование, это сейчас уже requirement. Это требование, это то, что от нас ожидается. Итак, начнем с квантового компьютера все-таки. Говорить буду быстро, как я с вами и договорился. 23 октября подразделение Google AI, что такое AI? AI это Artificial Intellect, то есть искусственный интеллект. Google AI Quantum Lab опубликовал отчет. И в этом отчете они говорили о том, что они первые в мире достигли так называемого квантового превосходства. Отчет назывался следующим образом. Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor. Переводится это следующим образом. Квантовое превосходство использования программируемого, программируемого, сверхпроводимого компьютера. И они заявлением этим своим в принципе подорвали научный мир. Потому что заявление, оно означает, что не существует такого простого компьютера, который мог бы сравниться с квантовым компьютером Google. Более того, они заявили данные о этом компьютере и о результатах их исследований, которые заставили даже возмутиться еще одного очень серьезного лидера по производству квантовых компьютеров IBM. И когда вот эта статья вышла 23 октября, это произошло полмесяца назад, IBM, а точнее некоторые представители выступили, заявляя о том, что квантовое превосходство не все понимают, и большинство людей, 99%, его неправильно воспримут, поэтому это лучше вообще не использовать. Но давайте поговорим о том, что такое квантовое превосходство. Кстати, реагируя на это высказывание IBM, сотрудники Google отвечали следующим образом. Например, женщина, которую зовут Мариса Гестина, она старше научный сотрудник Google AI, Quantum Labs, она сказала следующее. Смотрите, как мы проверяли, что такое квантовое превосходство. Для демонстрации квантового превосходства мы использовали простую пошаговую модель. Она очень простая на самом деле. Мы выбирали математическую какую-то задачу. Мы производили расчет на квантовом компьютере, потом мы воспроизводили расчеты на суперкомпьютере. Усложняя поставленную задачу, мы дошли до уровня, когда существующие классические компьютеры безнадежно отставали в своих расчетах. Но для нас с вами важно понять, что такое классические компьютеры. Потому что компьютеры-то бывают разными. Так вот, когда Google и их представители говорили о классических компьютерах, они имели в виду компьютер, который называется Summit. Это суперкомпьютер, который создал, угадайте кто, ключевой конкурент IBM. Создал он его в июне 2018 года. Создал его в штате Теннесси, в национальной лаборатории Oak Ridge. Компьютер этот стоил 320 миллионов долларов. Этот компьютер занимает 520 квадратных метров. Это примерно два баскетбольных поля по объему, по размеру. Это большой компьютер. Этот компьютер охлаждается 15 кубами воды каждую минуту. 15 кубов воды каждую минуту. Потребляет он 13 мегаватт энергии, чтобы мы понимали масштаб. Этот компьютер имеет в своем составе 4608 серверов. Это то, что у вас здесь указано. Каждый сервер, они все залинкованы, все подключены. Каждый сервер имеет по два 22-ядерных процессора IBM Power 9, по 6 графических чипов NVIDIA Tesla V100. Всего 27 648 чипов графических, которые включены. В каждый компьютер установлено 1600 гигабайт памяти. И это 1,6 терабайт на всю эту большую систему. Расчетная мощность этого компьютера 200 тысяч триллионов операций в секунду. Так вот, когда Google заявил о том, что они достигли квантового превосходства, они имели в виду вот эту мощь. Но это мало того, что они имели в виду эту мощь. Они имели в виду превосходство. А что такое превосходство? Кто его знает? Ну на сколько процентов ты должен превосходить, для того, чтобы заявить о квантовом превосходстве? Я сейчас прочитаю вам еще одно высказывание. Уже в данном случае Джона Мартинеса. Это старший научный сотрудник Quantum Hardware. И он сказал следующее. Сегодня мы представляем вам результаты испытаний разработанного нами нового 54-кубитного процессора, квантового процессора. Я немножко объясню, что такое кубитный процессор, буквально через пару минут. Но пока что просто запомните эту цифру. 54 кубита в этом квантовом процессоре, который мы назвали Сикамора. Переводится так как Платон, дерево Платон или Смоковница. Библейское такое слово здесь. Для испытания общей производительности системы мы выбрали высокоточный тест, дающий положительный результат только в случае полного соответствия всех компонентов компьютера. Простите, я хотел вам показать эту картинку, еще вот как этот сервер выглядит. Вот так вот выглядит этот IBM Summit. А вот теперь это высказывание. Простите, что я сразу не показал. И дальше его фраза продолжается. В то время как квантовый компьютер произвел заданное вычисление за 200 секунд, а это 3 минуты 20 секунд, самому быстрому суперкомпьютеру в мире по нашим расчетам потребовалось бы для получения аналогичного результата 10 тысяч лет. И это называется квантовое превосходство. У меня срывает крышу. Честно, потому что я себе говорю, как такое возможно? Мы же говорим о Summit, то есть о том самом, который 15 кубов, где их взять для того, чтобы охладить этот компьютер. И этому компьютеру понадобится 10 тысяч лет для того, чтобы произвести расчет, на который квантовому процессору потребовалось 3 минуты. Это просто несравнимо. Это и называется квантовое превосходство. Он говорит дальше немножко. Наш квантовый процессор способен обрабатывать 2 в 53 степени параллельных состояний одновременно, а это 10 миллионов миллиардов состояний одновременно за один такт. Именно в невероятном количестве параллельных процессов и заключается мощь квантовых вычислений системы. Как это возможно? Понять можно только если понять, что такое квантовый компьютер. Я быстро это объясню. Смотрите, мы все с вами знаем, что единицей исчисления в обычных компьютерах является биты. Да, смотрите, на самом деле являются биты. Это единица исчисления. Бит, он где-то похож на копейку. Я все думал, как же продемонстрировать это. Давайте на примере этих пяти копеек продемонстрируем. Биты могут иметь одно из двух значений. Либо орел, либо решка. Все. Но в квантовом компьютере используются не биты, а используются единицы, которые называются q-биты. Почему q-биты? Потому что q-бит. Что значит q-квантовые биты? Но квантовые биты, они несколько отличаются от простых битов. В принципе, это все те же самые единицы, все те же самые биты, но они используют такое качество, такую характеристику атомов, как суперпроводимость. И идея в чем заключается? Смотрите, значит, когда вы смотрите, вообще в чем суть квантовой механики? В том, что каждый элемент, существующий на нашей планете, он существует как определенная единица, как определенная целая, и в то же самое время он существует как волна. И поэтому в чем суперпроводимость, она вот как бы здесь используется? В том, что за одну десятитысячную секунды вы можете измерить значение вот этого самого, эту самую единицу. И из-за того, что вы используете вот такую суперпроводимость, вы получаете эти значения очень-очень часто, и это значение может иметь значение в данный момент вашего наблюдения, как ноль, так и единица. То есть еще раз объясняю. Смотрите, биты имеют значение либо орел, либо решка. Кубиты работают следующим образом. Вы подкидываете монетку, и если бы... Я ее уронил. Следующая. Если бы у вас сейчас был бы телефон, который, например, снимает... Ну, сколько он может у вас снимать кадров в секунду? Сколько? Ну, допустим, 60, а у некоторых есть там 240 кадров в секунду. И если бы я вас сейчас попросил заснять эту копеечку, которая подлетела, скорее всего, у некоторых было бы она повернута орлом, а у некоторых решкой на фотографиях. И мы могли бы с вами поспорить. Но теперь представьте, а мы говорили с вами о 54-кубитных процессорах, представьте, что монетки одновременно подкидывают 50 человек. 54, если быть точно. И представьте, что вы фотографируетесь, и после этого мы пытаемся с вами узнать, так что же там выпало, да? Какова вероятность, что у каждого, хотя бы у кого-то из вас выпадут все одинаковые монетки, одинаковые стороны, учитывая то, как быстро подпрыгивает, как быстро летает эта 5 копеек. Можно ее вставлять там, у меня еще несколько есть. Так вот, как это работает? Смотрите, друзья. Вот как работают кубиты. Один бит имеет всегда одно значение. Это либо один, либо ноль. У кубита у него два состояния. Это не значение, это состояние. То есть мы настолько быстро измеряем, что значение может быть как ноль, так и один одновременно. Благодаря тому, что у него два состояния, происходит умножение в степень, во вторую степень, с каждым последующим шагом. Два бита, ну то есть давайте поговорим на примерах, да, если один бит имеет одно значение, либо один, либо ноль, то один кубит имеет два состояния. Он может быть и нулем, и единицей одновременно, в зависимости от того, в какой момент долю секунды, там, тысячную долю секунды вы измеряете. Два бита имеет два значения, но два кубита имеют уже четыре значения. Какие это значения? Они могут быть одновременно 0, 0, 1, 10 или 11. Три кубита, они имеют, три простых бита имеют три значения, но три кубита имеют уже восемь значений, не перед вами. Четыре имеют шестнадцать состояний, восемь имеет двести пятьдесят шесть. А теперь мы говорим о компьютере, который имеет пятьдесят четыре кубита. Что такое пятьдесят четыре кубита? Это девять квадриллионов состояний в каждый такт. Квантовый компьютер, в отличие от вашего мобильного телефона, работает примерно в десять раз на нижней, меньшей частоте. Он работает на частоте четыреста мегагерц. Большинство ваших мобильных устройств работает в гигагерцовой частоте. Но он работает медленнее в десять раз. Но за единицу он использует, получает девять квадриллионов данных за одну единицу часто. Пятьдесят четыре бита — это восемнадцать квадриллионов. И там немножко снизу вот написано, можете это увидеть, если видно. Пятьдесят два бита будет четыре и семь секстиллиона, это двадцать один ноль после определенного числа, целого числа. Почему я упомянул семьдесят два, я вам сейчас объясню. А произошло это по следующей причине. Вам нужно знать историю того, как это происходило. Я расскажу сейчас быстро, и потом я объясню, почему это связано с WordPress. Да, да. Итак, июнь 2016 года. Вы уже должны здесь были почувствовать, что скорость — это наше все. Что для Google и для IBM скорость — это наше все. Что каждый из них пытается друг друга задавить и вырваться вперед. И это переносится на наши с вами технологии. Мы живем в этом мире, я сейчас вам это покажу. Смотрите, в 2016 год Google анонсирует планы создать 49-кубитный процессор. Почему 49-кубитный? Потому что уже были до этого 20-кубитные процессоры, и они не могли достичь этого превосходства, квантового превосходства. И Google сказал, при использовании 49 людей, которые подкидывают монетки, мы сможем получить такое количество данных, что саммит не сможет обработать такое количество данных. Они сделали такой расчет. И вот они в июне 2016 года об этом заявили. В ноябре 2017 года, через год, IBM объявила о разработке, в начале разработки первого в мире 50-кубитного компьютера, 49 до этого, 50-кубитный компьютер. В марте 2018 года Google объявил о уже созданном 72-кубитном компьютере. Вы видите эту гонку, да, чувствуете? Но проблема 72-кубитов, а мы говорим, что 72-кубита за раз обрабатывает 18 квадриллионов значений. Проблема в том, что у вас не будет мощностей в мире существующих, способных проглотить такие данные. Количество информации такое, что любая существующая система захлебнется. И они его таки создали, 72-кубитный компьютер. Он оказался, ну что ли, сверхмощным. И поэтому они его потом даунгрейдили. Но они об этом заявили в марте 2018 года. Через три месяца IBM заявил о том, что они открыли вот этот самый саммит в июне 2018 года, вы уже помните, и что это самый мощный компьютер в мире, который на самом деле просто переплевывает любые компьютеры, суперкомпьютеры в Китае и других странах. Буквально через несколько месяцев Google создал и начал тестировать вот этот самый 54-кубитный компьютер. Они начали его тестировать на технологиях NASA. У них есть заключенный контракт с тем, чтобы использовать их мощности. Но этих мощностей оказалось недостаточным. И поэтому угадайте, кому они обратились за технической поддержкой. Они обратились к IBM, к использованию этого компьютера Summit. И они начали тестировать свой квантовый компьютер, используя Summit. Но IBM получил информацию о том, что происходит. И буквально незадолго, в августе месяце, незадолго до того, как эта информация о том, что все-таки квантовое превосходство достигнуто, IBM опубликовала информацию о том, что они создают 53-кубитный. Это произошло, если быть точным, 20 сентября, воскресенье. IBM опубликовала этот пресс-релиз о том, что они создали 53-кубитный квантовый компьютер, который называется Big Blues. И они сказали, что в октябре мы предоставим сторонний доступ к этому компьютеру для ваших определенных задач за огромные деньги. Но это произошло 20 сентября. Теперь 23 сентября, через 3 дня, вдруг, по какой-то определенной причине, сайт NASA в своем техническом блоговом разделе публикует информацию о том, что Google через 3 дня происходит, уже достиг квантового превосходства. И в этот же самый день, спустя буквально час, эта информация пропадает с сайта. Никто не может объяснить, откуда она появилась. Правда это неправда. Весь мир варит с 23 сентября по 23 октября. Они варятся и обсуждают, что произошло. На самом деле это правда. Потому что если это правда, и мы говорим о десятитысячном превосходстве, десять тысяч, сколько там говорилось, по сравнению с тремя минутами, то это просто колоссальнейший прорыв в скорости, в производительности. И спустя ровно месяц, 23 октября, Google публикует статью у себя на сайте в научных журналах. И они выпускают видео, в котором они говорят о том, что да, таки этот компьютер существует, 54 бита, мы смогли это обработать. И они там рассказывают о том, как они использовали. Вот непосредственно у себя в Google Artificial Intellect блог они публикуют видео. И в этом видео научные сотрудники Google, между прочим, если вы посмотрите это видео, оно очень оптимистично, они говорят о нескольких вещах. Они говорят о том, что у этого компьютера есть несколько проблем. Например, одна из ключевых проблем, это то, что плотность данных такова, что не каждый компьютер может это все обработать. Вторая ключевая проблема. Они говорят о том, что квантовое состояние, это такая штука хрупкая, она хранится только 100 микросекунд, то есть одна десятитысячная секунда. И поэтому это очень короткое время, за которое ты должен получить эти данные. Они говорят о том, что еще, они, между прочим, это говорят о том, что еще одна сложность квантового компьютера, это то, что сверхпроводимость, большинство компьютеров работает на полупроводниках, а сверхпроводимость достигается только при температуре минус 273 по Цельсию. То есть мы вдруг, инструменты и материалы приобретают совершенно другие свойства. Суперпроводимость. Мы можем получить одну десятитысячную, за одну десятитысячную секунду по этим же самым каналам данные. Вы понимаете, какая определенная скорость. Ну и еще одна вещь, о которой они тоже говорят. Они говорят, что, понимаете, проблема вот чем. Вся эта технология, она пока что достаточно теоретична. Она настолько мощна, что ее никто не может переплюнуть, но она теоретична, она неприменима к нашим с вами практикам. И по этой причине, из-за того, что эта технология сложна, ее можно использовать и запускать только в нашем дата-центре, они говорят. Но, конечно же, это был не первый случай, когда Google уже понял о том, что централизация имеет свои узкие какие-то определенные фрагменты. И вот осознавая это, они сделали в 2008 году браузер, который называется Google Chrome. Да, совершенно верно. Теперь, с 2008 года до сегодняшнего момента прошло больше 10 лет. И этим браузером начали пользоваться. Если бы вы увидели вот эту шкалу роста этого браузера, она была вот просто экспонентно вверх вот так вот растущей. На данный момент 67% людей в мире используют браузер Chrome. Среди мобильных пользователей это число достигает 64% по самым последним данным, которые я смотрел на октябрь 2019 года. Но начиная с нуля, этот браузер за 10 лет сейчас захватил фактически весь мир. Он стал абсолютно большинством, абсолютным лидером. И 67% людей начало использовать этот браузер. Почему я говорю сейчас о Google Chrome в свете квантового компьютера? Квантовый компьютер — это очень централизованная система. Она невероятно мощна. И Google это тоже осознал. Понимаете ли, если вы используете инструмент, для оценки качества и эти инструменты находятся у вас в дата-центре, вы получаете одностороннюю информацию. Вы получаете информацию о сайтах с вашей точки зрения. Но если вы используете Chrome, который установлен и которым ежедневно пользуется большинство населения планеты, и если вы умудритесь добиться того, чтобы эта информация предоставлялась вам этими пользователями, то вы получите очень объективную информацию, вы станете единственным лидером, который имеет такую информацию. А теперь вспомните, пожалуйста. Вы помните, когда вы устанавливали ваш Google Chrome, он вас спрашивал. Дословно я вам сейчас процитирую, что он вас спрашивал. Would you like to help make Google Chrome better by automatically sending usage statistics and crash reports to Google? Это такая маленькая чек-марк был, который ты нажимаешь, и оно так раз позволяет тебе активировать кнопочку. И ты так раз нажимаешь на нее, и все. И в принципе это все. И какое-то время эта статистика и эта информация, которую ваш браузер на протяжении годов, если вы его использовали, отправлял в Google, которая хранилась, она нигде не использовалась до последнего времени. Последний год изменил все. Я немножко сейчас вам расскажу об этом. Кстати, говоря еще немножко о квантовом тоже превосходстве, человек, которого зовут Хармут Невин, он глава Google AI Quantum Lab. Говоря об этом, он признал, что квантовый компьютер имеет свои узкие определенные ворота, которые невозможно использовать для нас всех с вами в практическом мире. Можете прочитать это определенное высказывание, которое он сказал. Именно так рождаются технологии. Космический век получил свое начало запуска на орбиту Земли примитивного спутника. Единственной задачей этого спутника на тот момент была простая генерация повторяющихся сигналов. Для чего это оправдание? Ну ведь это же оправдание, да? Для чего это оправдание? Ну потому что он как бы говорит, да, технология настолько мощна, она неприменима к практической жизни. Он говорит, сегодня мы открыли для мира новые вычислительные возможности. Эти вычислительные на данный момент, вычисления на данный момент, можно произвести только в нашем дата-центре Google в Санта-Барбаре. Что очень круто, конечно же, да? Но вот они в этом свете создают браузер, который к нам с вами сейчас относится, уже к нашей тематике относится. И 4 ноября, 5 дней назад, проходит так называемая Google Webmasters Conference. Конференция вебмастеров, которую проводит Google. Это первая конференция вообще, которую когда-либо Google проводил по этой определенной тематике, непосредственно так назвав официальной конференцией Google для вебмастеров. Она проходит 4 ноября в Google Plex, то есть в официальном центре Google, Mountain View в Калифорнии. И там они говорят о том, что, ну да, вот много новостей, всяких нововведений мы внедряем в Google Search Engine. Кто из вас знает, что такое Google Search Engine? Это очень хороший инструмент, который Google предоставляет вам для того, чтобы вы получили информацию. Как он видит ваш сайт? Какие проблемы существуют? По каким поисковым словам вы находитесь? И они говорят, мы впервые в истории Google вводим так называемый или даем доступ, публичный доступ к так называемому Speed Report. Этот Speed Report, они заявляют 5 дней назад, будет основан на том, что они в смешной форме сокращают как Хрюкс. Что такое Хрюкс? Это Chrome User Experience. На самом деле они используют эту вот как бы аббревиатуру CRUX на своих сайтах в официальной документации. Хрюкс, да, они так и говорят. Так вот, этот Speed Report в вашем Google Search Console теперь будет использовать данные, которые сообщаются кем? Реальными людьми. Вы понимаете, друзья? То есть мы говорим о том, что 5 дней назад Google официально признал, что они имеют огромнейшую базу данных от людей со всего мира. И объясняя, между прочим, этот шаг, они опубликовали на webmasters.google.docs, по-моему, опубликовали статью, которая называется «Три мифа о исследовании, о Three Mifs of Performance Measurement». И там, говоря об этом, они пишут следующее. Невозможно узнать о производительности сайта, получая информацию из одного источника, из своего собственного как бы дата-центра, своего собственного квантового компьютера, если хотите. Информация отличается. Разные люди живут в разных областях. Они достигают, прикасаются к вашему сайту из разных определенных сфер. И получая эту информацию от разных людей, с разных устройств, вы понимаете, что мобильные телефоны имеют разное быстродействие? Вы понимаете, что мобильные сети имеют разное быстродействие? Понимаете, что количество программ, которые запущены на одном и том же мобильном устройстве, будет иметь разное быстродействие? Что человек с одного и того же устройства, пытающийся достучаться до одного и того же сайта из двух разных локаций, будет иметь разные данные? И поэтому Google это и объясняет, они говорят, для чего нам нужен, почему мы теперь будем с этого момента использовать хрюкс в наших отчетах, потому что это объективный взгляд. Ну так они, простите, так они называют, я вижу, что вы улыбаетесь, так они на самом деле называют это. И вот смотрите, друзья, теперь что это меняет для нас с вами. Сейчас я расскажу вам еще в течение 10 минут, что такое Google PageSpeed, как он изменился. И вы поймете, что вот то, о чем мы говорили в начале, про то, что скорость и данные пользователей, а это, между прочим, доказательства, которые вы не сможете оспорить. Если, например, вам бы оценку поставил, ну представьте, что вы выучитесь в университете, да, о нет, давайте представьте, что вы участвуете на каком-то национальном конкурсе, ну X-фактор, например, да. И вот 3 человека судей или 5 человек судей выносят вам оценку, и вы говорите, а, я не согласен с этой оценкой. И для того, чтобы таких возмущений не было, вам говорят, что оценку вам будут ставить кто? Зрители. И зрители решили, что вы уходите отсюда. И что вы скажете? Что вы скажете всем зрителям, которые за вас не проголосовали? Ничего, да? То же самое происходит сейчас с Хрюксом. Он предоставляет эту информацию, и вы ее не можете оспорить. Chrome User Experience – это реальные данные, реальных людей. И если ваш сайт, к примеру, то есть вы только представьте гипотетически, как эта информация может влиять на вас. Представьте, что ваш сайт нацелен на Соединенные Штаты. Но вдруг к вам, например, начинает приходить 15% посетителей из Индии, и вы можете представить, что их данные будут отличаться в нижнюю сторону. Их данные будут иметь большую задержку, их данные будут иметь худшие показатели. И, конечно же, получая такую информацию, ваш Speed Report будет показывать downgrade, будет показывать, что ваша шкала пошла вниз. Так вот, это поменяло все на самом деле, и вот как это все менялось на протяжении времени. Итак, 29 октября 2013 года, мы безнадежно отстали по нашим слайдам, да, вот, появился PageSpeed версии 1. Еще раз, запоминайте даты, чтобы вы увидели масштабы и скорость развития последних полугодов, последнего года, последних шести месяцев. 29 октября 2013 года появился первый PageSpeed. Что он умел делать? Для чего он использовался? Для тех, кто не понимает, я сейчас расскажу. Смотрите, Google же сканирует страницы, правда, да? Он не только сайты сканирует, он сканирует страницы. У них была и существовала всегда проблема квантового масштаба, и проблема эта заключалась в следующем. Они говорили, мы все сайты и скорость сайтов измеряем по результатам сканирования нашими роботами, нашими ботами, нашими краулерами, да, как бы паучками. И они говорят, это не то же самое, что скорость или производительность настоящих пользователей, ведь у них разные устройства. Но на каком устройстве работает Google Bot, Google Mobile Bot, то есть определенный маленький робот или программка, которая подключается к вам? Она работает на сверхмощных устройствах, на сверхмощных скоростях, по сверхмощным каналам широким. Ну, а люди-то простые, они же используют разные мобильные сети. Кстати, я упомяну сейчас о том, что сейчас на данный момент PageSpeed использует так называемый параметр быстрый 3G-нетворк для оценки вашего мобильного устройства, и вы сейчас поймете, как это сильно будет влиять. Так вот, 29 октября 2013 года они создают PageSpeed первой версии. Они проверяют следующий фактор. Я сейчас немножко расскажу. Первый фактор, который они проверяют, это скорость отклика сервера, на котором установлен ваш сайт. Что такое TTFB? Это Time to First Byte. Это означает, они смотрят, как быстро ваш сервер ответит на запрос определенный, и они уже тогда утверждают, что ваш сервер должен ответить за 1,5 секунды. То есть за 0,2 секунды настолько быстро вы должны генерировать. Может ли WordPress это обеспечить? Он может это обеспечить, только если вы используете плагин кэширования. На большинстве хостингов вы обязаны использовать плагин кэширования. Это первый практический совет. Без этого весь код WordPress, вашей темы и плагинов будут каждый раз генерировать один и тот же контент, и это потребует большего времени до первого байта, который будет отправлен обратно. Это происходило уже в 2013 году. Они проверяли, загружались ли дубликаты. Это я сейчас вам привожу эти данные из официальной статистики, официального change-лога PageSpeed'а Google. Они уже тогда проверяли, использует ли ваш сайт и загружает ли он дубликаты ресурсов. То есть, к примеру, вы можете подгружать jQuery, библиотеку официальную WordPress'а, и в тот же самый момент какой-то плагин может загружать еще один раз эту библиотеку. На тот момент они уже это проверяли в 2013 году и говорили, ах, это плохая практика, пожалуйста, удалите, измените. Они измеряли, проводите ли вы перенаправление, что неразумно. Кстати, давайте я вам скажу о том, что даже сейчас Google AdSense код производит, ну как минимум, три перенаправления при каждом запросе. И это вызывает какие-то определенные нарекания со стороны Google PageSpeed'а. Поэтому, если вы устанавливаете Google AdSense рекламу на своем сайте, будьте готовы к тому, что у вас в PageSpeed появится определенная нотис, уведомление. Все вот эти вещи, которые были в 2013 году, они актуальны сейчас, заметьте. Они практически не поменялись, потому что это разумно, потому что это логично. Что еще они делали? Они смотрели, разрешаете ли вы кэш браузера. Почему этот фактор важен? Дело в том, что когда человек приходит к вам на сайт первый раз, он загружает какую-то картинку в свой браузер, и он использует вот этот вот определенный канал для того, чтобы ее получить. Но зачем ему перезагружать эту картинку еще раз, если он опять зашел на эту же страницу, и там ничего не изменилось? Поэтому используется кэш браузера. Ваш браузер Google Chrome, он сохраняет ее в своей голове, и в следующий раз он ее не загружает, он ее просто раз и выдает на экран. Но некоторые сайты и некоторые хостинговые платформы отключают это. Например, Google Analytics имеет кэш браузера только 20 минут. И Google очень сильно ругается на это. И он вам, если вы запустите программу, он скажет, почему вот у вас этот сторонний скрипт, и сейчас уже Google PHP достаточно умный для того, чтобы просто поместить Google Analytics в так называемые third-party scripts, и как бы не ругаться об этом, но сказать, ну есть такие скрипты, которые как бы тут вот такую беду небольшую делают, но они как бы third-party scripts, и к тому же с приставкой Google, поэтому мы на них сильно не будем обращать внимания, но они есть как бы. Но раньше они возмущались и указывали, давайте я сразу скажу, что на данный момент Google предлагает, рекомендует, не требует, но он хочет, чтобы ваши статические файлы, а это изображение, это CSS файлы, которые не меняются, и JavaScript файлы имели время кэширования год. Это то, что они официально пишут в своей статистике, что на 365 дней вам рекомендуется кэшировать ваши статические файлы, которые практически никогда не меняются. Если вы хотите их поменять, измените название файла, и он автоматически подгрузится, да, вы понимаете, да? Они проверяли, сжато ли изображение уже тогда в 2013 году, потому что изображение можно немножко сжать. Сжато ли JavaScript скрипты, сжато ли CSS стили, сжато ли HTML код, и это была только первая версия. Это был 2013 год. Прошло два года ничего не делания, по сути. И в 2015 году, теперь смотрите, в январе, и у нас дальше будут некоторые даты связаны именно с январем, в начале года они запускают вторую версию, они вводят то, что мы с вами знаем, как Mobile Usability. Это появилась такая маленькая вкладочка, в которой они говорили о том, насколько ваш сайт подходит для мобильных устройств. Они проверяли, mobile-friendly ваш веб-сайт, другими словами, он дружественный для мобильных устройств, можно ли увидеть. И на тот момент вы, может быть, помните, какая такая была спешка, когда все сайты начали срочно переделывать, потому что большие сайты, десктопные, в мобильные устройства никак не влазили, и там этот текст, чтобы прочитать, нужно было увеличивать. Это было очень все сложно. Но это было то самое время, когда гугловские эти все тачскрин, айфоны, вот они только появились, и люди уже умели увеличивать. Сейчас-то это часть нашей жизни. На тот момент это все как бы только-только развивалось. Они проверяли, установлен ли вьюпорт в вашем странице, прописан или нет. Почему это важно? Потому что мобильные устройства, они не показывают все на экране. Они показывают все внутри окна на экране. И окно может быть разным. И вы, например, могли задать, что вот мой сайт, хочу показывать внутри этого окна такого-то размера, увеличенным в два раза или уменьшенным в два раза, потому что он так плохо сделан, например. И они это проверяли уже тогда. Они проверяли, читабелен ли текст на мобильных устройствах. И если вы не позаботились об этом, это тоже даунгрейдило вас в определенном рейтинге. Они проверяли расположение и отступы ссылок и кнопок. Теперь я сейчас упомяну об этом, но я скажу, что на тот момент это было все очень базово. А сейчас у Google есть требования. Каждая кнопка должна быть или картинка, которую вы можете кликнуть, должна быть не меньше 48 пикселей на 48 пикселей. И она должна иметь как минимум отступы по бокам, как минимум 5 пикселей. Это определенное требование. Почему они это требование ввели? Потому что мобильные пользователи, они же пальцами тыкают. Пальцы бывают разные, чистые, белые, грязные. И поэтому у кого-то большой палец грязный, он не туда попал, он не так сработал. Поэтому кнопочки должны быть немножко больше. Они это уже сейчас требуют. Теперь ровно через 2 года, в январе 2017 года, они делают несколько всего лишь улучений. 2 года бездействия фактически. Они фактически начинают использовать улучшенную библиотеку Image Optimization. И происходит очень важная вещь, которая с того момента меняет всю историю PageSpeed. Они меняют браузер-движок, ядро браузера. Они отказываются от Apple-овского веб-кита. И они меняют его на свой собственный blink, на котором до сих пор работает Chrome. Значит, запомните, с этого дня, с этой определенной даты, Google начинает рассматривать все по-другому. С этого момента они начинают рендерить, смотреть на страницы, на все, что происходит, на все тесты. Они начинают смотреть своими собственными глазами. С этой поры они начинают собирать данные, о которых мы даже с вами не знаем. И это происходит в январе 2017 года. Они начинают впервые смотреть за тем, есть ли у вас определенные ресурсы, например, какие-то скрипты или какие-то стили, которые загружаются до контента. И таким образом они как бы блокируют контент. Это называется рендер-блокинг. И они используют как раз-таки этот движок для того, чтобы это проверить. До этого момента они не хотели это делать, но сейчас все поменялось. И вот тут они уже начинают собирать эту информацию из хрома. На данный момент 67% людей спонсируют эту информацию и отдают эту информацию. Январь 2018 года. Проходит ровно год. И выходит PageSpeed четвертой версии. Они вводят так называемый SpeedScore, который основан на данных хрома. Это тоже очень много меняет. Они утверждают о том, что эти данные, они, это четвертая версия, они утверждают, что эти данные, они на самом деле единственные актуальные данные. И по этим данным можно измерить, насколько ваш сайт мощный. Теперь, как это относится к нам с вами? Смотрите, друзья, 8 октября 2019 года компания Backlinko, а точнее Brian Dean, они проанализировали 5,2 миллиона веб-сайтов, страниц из вот этой информации, которую поставляет Google, Google Chrome. Они составили отчет, вы этот отчет можете, запомните, пожалуйста, эту ссылку, она достаточно интересная. Можно посмотреть, как по их отчету из официальной информации Google, Google рассматривает скорость различных CDN, потому что различные performance testing, там, онлайн-тестинг-тулс, они показывают одни данные, но Google показывает из этой библиотеки, из так называемой BigQuery, а между прочим, это открытая open-source библиотека данных, которые получают из Chrome, ну, точнее, тех данных, которые Google решил выложить. Согласно этим данным, они, эти данные не совпадают с CDN-ов. Поэтому, например, я вот слышал сегодня утверждение про определенные CDN-ы, которые высокоскоростные, являются лидерами. Согласно этим данным, данные совсем другие. Да, окей, спасибо. Так вот, запомните эту, пожалуйста, ссылку, backlinko.com. slash page speed stats, согласно этим данным, и вам этот слайд не понравится. WordPress, сайты WordPress очень сильно отстают в скорости от всех других сайтов. И это не данные, которые кто-то когда-то сфабриковал или сделал. Это данные, которые предоставляют реальные пользователи. Это плохая информация. Согласно этой информации, посмотрите, пожалуйста, только 25% сайтов WordPress во всем мире являются быстрыми. Все остальные, с точки зрения Google, они безнадежно отставшие. 36% они являются moderate, то, что они называют moderate. Moderate — это медленные сайты, которые неудовлетворительные. И еще 38% — это откровенно slow websites, сделанные на WordPress. Поэтому почему я так акцентирую вам внимание на то, что Google использует Chrome? Почему я так акцентирую внимание, что 5 дней назад Google заявил о том, что мы вводим этот speed report в ваши Google консоли? Потому что WordPress, согласно этим данным, которые Google использует, это называется, Google это называет real world data. Другими словами, это вам не штучки, не игрушечки. Это настоящая информация, которую мы получаем из различных частей мира. У них есть еще понятие lab data, о котором сейчас я упомяну в течение, если можно, еще пяти минут. Так вот, согласно этим real world data, WordPress, CMS-платформа, безнадежно отстала. Есть для этого причины. И эти причины устранимы. И поэтому сейчас я расскажу вам уже немножко про PHP, в котором мы с вами живем. Теперь смотрите, ноябрь 2018 года. Так как Google год назад поменял движок, которым он рассматривает веб-сайты, тестирует веб-сайты, он начал собирать информацию. Целый год он собирал информацию. Теперь в следующем году они на самом деле не только собирали информацию, они разрабатывали другую программу, которая называется, ну как бы определенный алгоритм ранжирования проверки сайтов, который называется Lighthouse. Переводится это как маяк. И они его, вот этот вот алгоритм, они его очень тщательно развивали. Теперь в ноябре 2018 года они официально заявили, что вот этот инструмент PageSpeed, это теперь всего лишь как бы дочка Lighthouse. Это урезанная дочка Lighthouse. Поэтому с этого момента забудьте все про PageSpeed. И сейчас я хочу вам рассказать о том, что такое Lighthouse. Потому что Lighthouse, который они объявили год назад, это то, с чем вы сейчас столкнетесь. То есть то, что через полгода реально будут определять позиции, поисковые позиции сайтов, с которыми вы работаете. Еще раз хочу объяснить, что происходит. Смотрите, они поняли, что они не могут, ну как бы это логично, не могут с одной локации или с нескольких локаций оценивать сайты. Поэтому они отказались от этой квантовой идеи централизованной оценки, они распределили ее по пользователям. Пользователи начали предоставлять реальные данные. Если вы посмотрите, что получает Google, он получает точное время, он получает IP-адрес этого человека, точную локацию, откуда он поступает. Они получают агента, откуда, с какого браузера человек открывает этот ваш определенный сайт. Они получают данные о его сети, они получают данные о загрузке его процессора, они получают очень много данных. И потом они получают данные, которые Google использует для оценки производительности. Сейчас я вам эти данные назову, но перед этим позвольте вот, что я вам покажу определенный еще один список. Смотрите, Lighthouse на данный момент, эта версия вышла в октябре 2019 года, но на данный момент Lighthouse имеет версию 5.6. Поэтому вот то, что информация, которую вы сейчас получите, это информация от полумесячной давности. Это то, что на самом деле реально существует. Значит, сейчас Lighthouse – это инструмент аудита качества всего сайта, или точнее каждой страницы. Это не просто производительность, это вообще качество всего сайта. Он уже сейчас на данный момент не extension, то есть не приложение, а он уже встроен в DevTools каждого хром-приложения. Вы его можете запустить, нажав F12, если у вас Windows, и вы его там найдете, вы можете в маленькой такой вот тебе, которая называется аудит, вы можете запустить и получить данные этого определенного алгоритма в каждом браузере хром. Это уже встроено и логично. Почему? Потому что это все используется для анализа каждого посещения страницы. Использует этот Lighthouse только real-world data, или он использует так называемую lab data. Что такое lab data согласно Lighthouse? Это симулированное воссоздание условий, которые они своим искусственным интеллектом научились воссоздавать из тех данных, которых у них есть. То есть, к примеру, есть у вас какой-то сайт, и вы хотите его проанализировать, а нет информации, достаточной информации от пользователей хрома. Что в этом случае делать? Они берут, делают запрос к вашему сайту, получают информацию и говорят примерно следующее. Если бы мы подключались к этому сайту или к этой странице, используя мобильное устройство Nexus 5, а они используют Nexus 5 в PageSpeed и в Lighthouse, то тогда, скорее всего, скорость была примерно такая же. И это называется lab data. То есть, это как бы, понимаете, да? Синтетически сгенерировано. Мы как бы предполагаем, что так оно есть. Поэтому, если вы запустите или Lighthouse, или PageSpeed, вы увидите, они напишут. О, я вам сейчас еще одну вещь расскажу, которая очень важна. А таких вещей очень много. На самом деле, за последние недели очень много всего. Да, я видел, что одна минута. Вы позволите мне еще занять у вас пять минут и не дать вам возможности задавать вопросы? Окей, тогда я выгружаю на вас информацию быстро. Смотрите, что происходит. Сейчас, если вы запустите PageSpeed, и ваша страница будет грузиться с серверов, которые на протяжении какого-то времени выдавали очень плохие результаты, Google вам напишет, что согласно нашим данным, которые мы получили от пользователей на протяжении последних 30 дней, мы сегодня с одним из парней проверяли это все дело, и это вы прям читали вместе с ним. Согласно нашим Real World данным, ваш сайт грузится медленно с этого сервера, и поэтому мы предлагаем вам измените сервер раз или хостинг, улучшите производительность, то есть апгрейдите ваш определенный план, или просто перейдите на другую платформу. Другими словами, мы недовольны даже тем, что вы находитесь на этой определенной платформе. И теперь, ребята, здесь я вижу программистов, я не знаю, есть ли тут наши представители хостинговой компании, с которыми я сегодня общался. От вас зависит очень многое. Теперь, если ваша компания, хостинговая компания, будет выбивать у меня такую оценку, я буду думать о том, как перейти на другую хостинговую компанию. Вы теперь заложники Google PageSpeed. Но это факт, понимаете, да? И это данные, реальные данные, то, с чем мы соприкасаемся. Теперь смотрите еще. Google Lighthouse теперь использует хронологию оценок. Другими словами, если вы вошли как пользователи Google, он покажет вам, как изменялась производительность этой самой страницы, именно этой страницы на протяжении времени. Если вы тестировали неделю назад, он вам покажет, вот как она изменилась. Это неплохо. Я считаю, что это очень даже классно. Можно видеть определенную хронологию. Это классно, что такое появилось. И он оценивает вашу страницу по следующим пяти определенным, оу, как плохо видно, категориям оценки. По автономности, по удобству или доступности, по поисковой оптимизации, по соответствию стандартам и по производительности. Очень быстро прохожу по каждой из них и рассказываю вам, что это значит. Удобство, доступность. Смотрите, они переводят это как accessibility. Accessibility – это удобно ли ваше устройство на всех устройствах, то есть без клавиатуры, без мыши, без экрана, если хотите, и без звука. Удобно ли ваша страница? Ну, такое может быть. Да, люди же могут быть слепыми, они же могут не видеть, но удобно ли ваша страница сделана? Воу! Многие страницы под это не подпадут, и вы получите плохую оценку. И поэтому я вам и сказал, забудьте про PageSpeed. PageSpeed – это инструмент прошлого года. Сейчас наши сайты будут оцениваться по вот этим стандартам. Теперь вам нужно, чтобы ваш сайт был доступен на телевизорах, смарт-ТВ, чтобы человек мог использовать пульт для того, чтобы переходить между кнопками, запускать разные вещи, использовать поиск. Теперь ваш сайт должен быть таким. Теперь вашим сайтом должны пользоваться люди с инвалидностью. Вот что хочет от вас Google под вот этим самым accessibility. Другими словами, люди с ограниченной возможностью должны использовать ваш сайт и использовать его комфортно. Вообще Google использует четыре слова для того, чтобы оценить accessibility вашего сайта. Если хотите, запишите, воспринимаем ли ваш сайт, управляем ли ваш сайт, понятен ли ваш сайт людям и надежен ли ваш сайт. Это то, что они имеют в виду под accessibility. Давайте я еще в двух словах скажу про автономность. И автономность у нас… Это чуть-чуть позже. Автономность у нас – это progressive web. Они хотят, чтобы ваши сайты загружались даже и офлайн, получали информацию. Не все сайты сейчас к этому подходят, точнее 99% сайтов к этому под эти определенные критерии не подходят. И поэтому, когда вы запустите Lighthouse на вашем сайте, он скорее всего напишет, что «your website or webpage is not applicable», другими словами, к вам это не относится. Хотя оно относится. Но они так скажут, чтобы вас не сильно напрягать, потому что 99% как этих всех людей сейчас в этом всем убедить. Поисковая оптимизация. Большинство из нас рассматривает поисковую оптимизацию как SEO, и они на самом деле ее так позиционируют, поисковую оптимизацию. Но это не совсем SEO, как мы знаем, где там заполнение метадатных. Они рассматривают SEO, как оптимизирован ли ваш сайт для того, чтобы мы получили достаточной информации, чтобы при выводе вывести ваш сайт структурированно, интересно, понятно для пользователей. Другими словами, что они расспрашивают? Смотрите, некоторые вещи будут относиться к SEO, но некоторые вещи будут новыми. Смотрите, они смотрят, разрешает ли робот с текст сканировать ваш сайт. Если он не разрешает, о чем мы будем говорить? Дальше идем. Содержат ли страницы заполненные метатеги? Почему они нужны? Потому что в поисковой выдаче мы будем их использовать. Если вы не дадали их или задали их слишком короткими, но если слишком длинными, вы знаете, Google игрался с ними, ничего страшного. Но главное, чтобы они существовали. Существуют ли на вашей странице структуальные данные, схема, markup data? Это очень сейчас становится важным. Google хочет получать структурированные, понятные, очень правильные, четкие данные. И я слышал, что в одном из утверждений сегодня говорилось, что это не так важно. Это неправда. Google теперь это начинает требовать. Он хочет, чтобы structured data была без ошибок, и они могли это использовать в поисковой выдаче. Почему? А потому что на этой же конференции 5 дней назад они заявили о том, что теперь уже в поисковой выдаче Google не будет 10 простых ссылок, которые человек получает под каждой. И ссылок будут такие как бы подпункты, которые они будут внедрять. И эти подпункты о том, какие там еще темы можно посмотреть, на какую страницу перейти человек может. Вот эти подпункты Google будет брать именно из structured data. Кстати, знаете ли вы о том, что 52% на данный момент, это официальная информация, всех поисков в Google не переходит на сайты. Человек получает информацию на поисковой странице Google, 52% всех поисков на Google, и вы даже не получаете этого посетителя. По этой причине так важно предоставлять и соответствовать этому всему, чтобы Google сказал, у вас bounce rate такой низкий, что вы так мало пользователей покидают ваш сайт, что ваш сайт мы выведем, на ваш сайт мы переведем людей. Так и быть, мы не будем его использовать для того, чтобы предоставить информацию. Еще что проверяется. Проверяется так называемый канонический адрес на каждой странице. Они хотят видеть, что этот адрес, который они сканируют, это тот самый адрес страницы, который они должны сохранить в своем индексе. Они это сейчас требуют. Они смотрят, завязаны ли half-length теги. Я сейчас буду говорить уже больше про WordPress и привязывать. Существует один такой плагин, с которым я столкнулся месяц назад. Уже все, времени нет? Три минуты еще, да? Постараюсь. Одна минута? Окей, G-Translate. Возможно, вы слышали про этот классный плагин. Этот плагин имеет очень серьезный баг, если ваши URL переводятся. Он не валидизируется в Google Search Console. Он выбивает кучу ошибок. Я связывался с ребятами-разработчиками, объяснял им ситуацию. Они не знали о этой ситуации. Две недели назад я им сообщил о этой ситуации. Они признали эту ошибку. На данный момент они рекомендуют отключить half-length теги или отключить перевод URL. То есть, другими словами, одна страница, например, ddd about, а на русском языке это будет, например, ddd on us. Они теперь говорят, пусть это будет ddd on us. Но, как бы, подождите, у меня же все канонические ссылки уже завязаны на on us. И как я так могу просто взять и отключить? Я не могу это сделать. Но решение проблемы очень сложное, потому что у них такая структура. И, в общем, это то, с чем мы сталкиваемся. Google, Search Console теперь это требуют. Они хотят, чтобы это все было четко. Они смотрят, имеют ли ваши ссылки смысловые якоря. То есть, другими словами, есть ссылка, должно быть написано, про что эта ссылка, куда она ведет. Они это требуют сейчас. Если вы это не сделаете, если у вас будет пустая ссылка, они вас реально покажут, что это как warning определенный. Кстати, давайте еще одну вещь скажу. Что в Lighthouse каждый warning, каждое определенное предупреждение имеет определенный вес. Есть так называемые очень важные. Они прямо так и напишут. Другие есть moderate. Другие, как бы, ну, такие, как бы, как notice. То есть, как бы, между прочим, мы вам это сообщаем. Так вот, те из них, которые очень важны, эти нужно исправлять как можно быстрее. High risk, там определенные утверждения. Что еще они проверяют? Они смотрят, есть ли изображение альты. Если у вас изображение является ссылкой, то изображение должно иметь alternative text. Обязательно. Но, согласно, там еще сейчас поговорим про best coding, все изображения должны иметь у вас dimensions, должно быть указано, какая ширина, какая высота. О, а вы знаете, что есть определенный визуальный редактор. Ой, сейчас вам интересную еще вещь расскажу, если мне позволят, что не все визуальные редакторы выводят ширину и высоту. Не все даже выводят альты. И есть, например, такой редактор, который я назову Kiwi. Вы знаете, про какой визуальный редактор я сейчас сказал. Не хочу, чтобы потом там все остальное попало на меня в суд, подали. Так вот, image module в последних версиях, сейчас они выпустили четвертую версию, в последних версиях 3.8, по-моему, была. Он вообще не выводил dimensions. Он просто вываливал полноценный файл и изображение. Даже если вы выбирали какого-то маленького размера, максимально большой файл показывался изображение на странице. И только если вы его сделали embed в текст, тогда он выводился правильный, который вы указывали. Это такая большая, огромная ошибка image module, которая существует. Google на все это смотрит. Он смотрит, есть ли интерактивные элементы. Помните, я вам сказал, что все интерактивные элементы сейчас в SEO должны иметь 48 на 48 пикселей размера. Это обязательно. Они смотрят сейчас и уже проверяют, есть ли ваш текст, имеет ли ваш текст читабельный формат. И что под читабельным форматом они подразумевают? Ваш текст, 60% вашего текста на странице должен быть не меньше размера 12 пикселей. Это то, на что смотрит Google. Это сейчас такие стандарты, друзья. Я не говорю сейчас о том, какие рекомендации. Это вы получите уведомления в Lighthouse. Lighthouse стал очень умным. Дальше продвигаемся быстро. Они хотят, чтобы вы соответствовали стандартам best practice. Они хотят, чтобы ваш... Мне опять показывает одна минута, и я согласен с ним. С этой одной минутой. Они хотят, чтобы ваш сайт или ваша страница не выдавала ошибок в браузере. Окей, я иду просто по списку. Хорошо? А вы вместе со мной следите. Давайте мы будем вот так вот вместе следить быстро за этим всем. Они хотят, чтобы вы обязательно использовали HTTPS протокол, чтобы у вас не было так называемый mixed content. Другими словами, вы подключаетесь по безопасному протоколу, а картинки грузите по простому протоколу. Это запрещено сейчас. Это будет у вас высокого уровня предупреждения выводить. Они хотят, чтобы страница соответствовала стандартам Google. И у них эти стандарты, они прописаны в webmaster.google.dev документах. Это тоже можно читать. Они хотят, например, как пример, чтобы ваши страницы имели правильную иерархию, чтобы H1 был, потом H2, H3. А большинство разработчиков как создают страницы? Они такие, о, можно использовать H4, потому что это большой толстый шрифт. Давайте мы его сейчас сюда как вставляем. Получается там каша-малаша. Ну, такое же есть, да? Такое есть. Очень часто мы с этим сталкиваемся. Google требует, чтобы ваши сайты сейчас были качественные. О, это все меняет. Это реально все меняет. Это все усложняет. Теперь простые, некачественные сайты создавать уже неправильно. Он спрашивает, он выводит не ошибку, а предупреждение, если вы запрашиваете геолокацию пользователя, где пользователь находится при загрузке сайта. Еще раз. Если вы загружаете страницу и вы сразу спрашиваете, можно мы будем использовать вашу геолокацию, Google вам выдаст уведомление о том, что это неправильно. Как же они хотят, чтобы вы использовали? Они хотят… У меня еще много информации, очень. Они… Окей. Они хотят, чтобы вы использовали… Тогда можно еще одну минуту? Я очень быстро, выборочно расскажу. Одну, реально одну минуту. Но это очень интересно просто. Теперь по WordPress очень быстро. Смотрите, друзья. Они даже проверят… Они хотят, чтобы только при определенном клике на какую-то определенную кнопку вы запрашивали геолокацию. Например, вы спрашиваете что-то или выполняете форму, и тогда только… И они говорят, тогда человек получит как бы запрос, когда он этот запрос… Володя, дай нам еще одну минуту. У нас последняя… WordPress 5. Версия WordPress 5. Будет проверена Google Lighthouse, и он вам вывалит ошибку и скажет, вы используете WordPress, который содержит две уязвимости. Услышьте? Мы сейчас используем WordPress 5.24. Если у вас не обновленный WordPress, они получат эту информацию. Они это узнают, они берут это из метатегов, и они это берут из разных всяких скриптов, которые используют. Теперь еще одна интересная вещь. gquire, знаете ли вы, что все gquire библиотеки до 3.21 содержат две уязвимости, которые Google вам сейчас в Lighthouse напишет, вы используете библиотеку, которая содержит уязвимости, обновитесь до 3.4. Но простите, WordPress 5.24 предоставляет gquire версии 1.12. Это вынос. Мы живем в совсем другом мире. Совершенно верно. Даже Yoast SEO 9.1 содержит уязвимости. Последнее, что я вам скажу. Но я надеюсь, что это интересно. Я надеюсь, что вы получаете информацию. В Lighthouse вставили то, что не называют стэкпэки. Для WordPress теперь будут выводиться определенные требования и определенные уведомления, которые только актуальны для WordPress. О, вот это очень важная информация. Вы меня простите, но я это должен сказать. Это очень-очень важно. Смотрите, друзья. Значит, нет, 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 нет. Это вам надо увидеть и вам надо это запомнить. А, у меня этого нет. Хорошо. Значит, это на самом деле очень важно. Вот про производительность я обещаю на этом все. Значит, смотрите. Есть один секрет, который Google реально предоставляет в своей документации. Ваши страницы должны выдавать информацию, так называемую above the fold максимально быстро. Смотрите, они определяют сейчас скорость загрузки вашей страницы по следующим параметрам. Я рассказываю. Первое очертание. Как быстро появляются первые очертания. Что такое первое очертание? Даже простая полоска навигационной строки – это первое очертание. Почему? Потому что с их точки зрения человек в первую секунду хочет увидеть, вообще грузится сайт или нет. Первая секунда. За первую секунду должна появиться хотя бы полоска на экране. Понимаете? Хотя бы что-то. Поэтому если вы грузите скрипты, стили, если ваши визуальные редакторы перегружены стилями, вы знаете, что вы получите? Вы получите уведомление, которое будет написано. Вы используете слишком много стилей, которые не используются. Так называемые unused CSS. И это уже очень серьезное уведомление о том, что каждый сайт, который использует CSS или загружает огромные CSS в библиотеки и не использует их, этот сайт не использует производительность по максимуму. Так вот, очень быстро. Смотрите. Первое очертание – это оценка с умножением на 3. Запомните это. Вы обязаны это сделать. Фактически все, что помещается на экран без прокрутки, должно выводиться со своими стилями. Так называемые critic CSS. Поместите их куда-то сверху. Вместе с кодом их вывалите. Они хотят это получить. Умножение на 1. Первая значимая отрисовка. То есть человек должен увидеть. И последняя оценка, которую я вам сейчас скажу. Индекс скорости отображения. Они хотят увидеть, насколько быстро полученная информация отгрузилась в браузере человека. Некоторые браузеры долго это все обрабатывают, потому что там очень много всяких разных скриптов, которые требуют эту обработку, компиляцию и все остальное. Вот Google хочет, чтобы человек… Это самое главное. Вот я сейчас вам рассказываю, как эксперт, который этим занимается. Если вы сделаете, чтобы ваши страницы выдавали верхушку, шапку, первую вот вмещающуюся картинку в верхнюю часть экрана на десктопе или на мобильном, если вы сделаете, чтобы это выдавалось за 2 секунды, вы будете получать лучшие оценки, чем все остальные. Это крайне важно. Поэтому так называемый critical CSS, все вот эти вот шапки, основная структура. И последнее, что я вам скажу, Google не все может загрузить. Google использует… у него очень ограниченные ресурсы, у него очень много ресурсов выбивается в time out, и очень многие страницы получают mobile non-friendly статус, потому что когда Google загружает, обращается к этой странице, и он не может получить достаточно быстро CSS, он говорит, эта страница у вас поломанная, он же без CSS ее грузит. Именно поэтому так важно структуру страницы. Услышьте, это важно, это то, с чем я сталкиваюсь каждый день, реально. Так важно эту структуру страницы загружать прямо в коде. Пускай это будет 2 килобайта, которые вы будете грузить на каждой странице. Окей, если вы захотите посмотреть или связаться со мной, знаете, как поговорка про сапожника без сапог? WPO Plus – это не World Powerlifting Organization, которой эта аббревиатура принадлежала до 2016 года. Это называется сейчас Web Performance Optimization. Эту аббревиатуру заимствовал себе Google благодаря курсу на Udacy. Вот у меня есть этот домен, на котором почти ничего нету. Там есть вот это вот высказывание Google о том, почему они используют Chrome. И там есть ссылка на сайт, на котором я вот эти все техники применил. Теперь давайте сделаем так. После закрытия, кому будет интересно, мы соберемся здесь, и я еще в течение пяти минут доскажу то, чего я не досказал. Хорошо? Перед тем, как мы пойдем на автопарти. Дякую, мы до поедачу. Спасибо.